Дети живут в станице Раевская, и в городе Новороссийске их, кстати, очень много. И я вам хочу сказать, что в ближайшее время мы планируем серию концертов с талантливыми детьми города-героя. Мы решили, что у нас очень много таких детей, поэтому мы будем в таком формате проводить мероприятие. Ну а теперь к сказке. Мы обещали сказку, и вы ее получите. Скажите, вы сказки любите? Да! Вот, и мы решили вам показать, рассказать эту сказку, которая называется «Петя и Волк». Написал ее великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Он написал эту сказку 86 лет назад, в 1936 году. Когда-то великие русские композиторы писали симфонические сказки для наших детей. Мы хотим немножко вспомнить эти времена и показать детям, что настоящая жизнь, она не в телефонах, не в планшетах, не в гаджетах, а она в прекрасной музыке, в прекрасных стихах, в таких одаренных детях. Поэтому наша задача, прежде всего, это заинтересовать вас музыкой, обнять ею и показать, как это прекрасно. Ну а теперь к сказке. Скажите, без кого сказка не получится? Без Петя и Волк. Без сказочника, конечно. И мы, чтобы сделать эту сказку интереснее, чтобы сделать ее ярче, чтобы вам она очень сильно понравилась, вы никогда ее не забыли, мы пригласили на роль сказочника известного российского актера театра и кино Илью Носкова. Вот он вам сегодня и расскажет эту прекрасную сказку. Итак, я приглашаю на сцену нашего сказочника. Известного актера театра и кино Илью Носкова. Пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, наши удивительные, замечательные зрители, наши маленькие зрители, родители, мамы, папы, бабушки и дедушки. Сегодня в этом зале состоится удивительное событие. Впервые в этом городе вы услышите произведения Пети и Волк. Я очень рад, что я здесь сегодня присутствую и мы вместе с вами впервые все это родим вместе, потому что не бывает так, что в театре только тут кто-то есть, а там никого нет. Нужно, чтобы было и тут, и тут. Так вот, знаете ли вы, скажите мне, чем отличается сказка, обычная сказка от музыкальной? Кто знает? Говорите, я слушаю. Обычные сказки вам читают бабушки, дедушки, родители, или вы можете в театре увидеть сказку, где многие актеры разыгрывают эту сказку. Все верно. Музыкальная сказка – это сказка, которую создает оркестр. И у нас много очень персонажей. И если на сцене персонажей изображают актеры, то у нас персонажи будут изображать музыкальный инструмент. И вот я хотел бы вас познакомить с нашими персонажами. Спасибо.